Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в подмосковную Балашиху, где через несколько минут на ледовой арене имени Юрия Лябкина начнется очередная игра Фонбет чемпионата континентальной хоккейной лиги в гости к подмосковному Витязю. Приехал уфимский Салават Юлаев. Слава Салават Юлаеву, Виктор Козлов в нашем эфире. Салават выиграл 5 из 6 последних матчей. Можно ли сказать, что сейчас игра команды близка к тому идеалу, который вы бы хотели видеть от них? Да, мы неплохо играем, но до идеала еще далеко. У нас есть еще место, где мы можем улучшить нашу игру. В прошлом матче, два месяца назад, больше половины всех шайб было заброшено в большинстве. Если сегодня соперник сыграет дисциплинированно, какие козыри будете использовать для победы? Вы знаете, Витя сейчас по-другому играет. Тогда Дмитрий Ибыкин только устал у руля. Сейчас видно, что команда играет по-другому, играет более агрессивно, подвижнее. Поэтому я думаю, что сегодня будет другая игра, не то, что в прошлый раз у нас в Уфе. Спасибо большое, удачи. Главный тренер Витязи Дмитрий Ибыкин в нашем эфире. Учитывая опыт прошлого матча в Уфе, одна из главных задач сегодня, наверное, будет не удаляться? Понятно, что Уфа очень здорово играет в большинстве. Постараемся не делать невынужденное удаление. Если гости со старта будут задавать давление и зададут высокий темп игры, будете готовы его поддержать? Я думаю, да. Мы сами хотим навязывать, скажем так, свою агрессивную игру. Мы знаем, что Уфа очень быстрая команда. И мы к ней готовились. Нам самое главное не проспать начало. Быстрая и одна из самых непропускающих команд Востока. Как с учетом этих обстоятельств сегодня играть в атаке? Ну, мы ничего не меняем. Мы играем в свой хоккей, не подстраиваемся. Потому что смысла подстраиваться под лидеров нет. Они показывают свой хоккей, мы пытаемся навязать им свой хоккей и посмотрим. Насколько реально максимально приблизиться сейчас к зоне плей-офф до этой паузы, учитывая соперников Салават, потом ЦСКА будет? Ну, понятно, что такие два, скажем, серьезных противника. Но будем стараться выжимать все, что можем. Спасибо, большой удачи. И все время между этими нападающими. Милош от Сигеллини отправляет Шебек лицевой. Пулемин с острого угла бросить поворотом. Наложить и не позволил бросить капитану Салавата. Панин за ворота. Башкиров, Панин. А вот в этот раз бросил и забил. Григорий Панин. 1-0. Салават Елаев выходит вперед на шестой минуте. Еще раз вот здесь мимо Тимашова Башкиров делает передачу. Между коньков Ивану Савчику попадает. Направо делает передачу Егор Сучков. Очень хороший сезон проводит. И вот эта классная передача. Сучков не попадает в пустые ворота. С внешней стороны ворот шайба в сетку попала. Подбор остался за Салаватом. Как легко сейчас, с видеть, позволил пройти. У ворота максимум дорожка. А вот здесь Сучков пошел в обыгрыше. И получается выход 1-0. Игорь Угольников против Ежова. И здорово. Здорово Угольников все делал. Но Ежов еще лучше. Играл часто. Но вот второй сезон в Уфе. И в этом сезоне как раз Илья Ежов не является основным протором. Но в этой сезоне Угольников все ведь сделал. Усадил на лед. Планет не закрыл среднюю зону. И еще один выход в ноль. Иван Савчик. И это уже гол. 1-1. К нейтральной шайбе. Но потом понял, что уже не успевает. А двигаться в обратную сторону было уже поздно. Коллидов подключился к атаке. Его в этой ситуации отрезали передачи. Ну а дальше Иван Савчик, убежав за спину, Григорий Упанина получил шайбу. И уверенно свой выход в ноль реализовал. 50 баллов в этом сезоне. Василевский замахнулся. Бросать не стал. Направо передачу делает. Кофизулец. Дали дистанции. Гол. 2-1. Слават Юлаев выходит вперед. Василевский сразу бросать не стал. Пришла передача Шмелева. А в битаке Александр Шаров. Именно он корректирует полет шайбы после броска Сергея Шмелева. Попал же? Попал. Конечно попал. Дорожка-то реагировала на бросок Шмелева. Да, выставлял блин. Но шайба резко пошла вниз. Так, а вот здесь выход в ноль получается у Джоша Ливо. Но он не переигрывает. Это было две минуты. Дерек Берек особо с этим не спорит. Еще раз с вами смотрим. Галузия. Убегает. Два в одном. Сейчас подключает к синей линии. Ух ты. Оставляет шайбу к Милевскому. Это 3-1. Вот бегали команды туда-сюда. Практически без бросков. Ну и вот здесь Джоша Ливо оставляет шайбу к Милевскому. Вот тот из-под Руслана Педана бросает. И чуть зевнул, как кажется, максимум дорожка. А право делает передачу Дроздову. Держит паузу Иван. И Науменков заряжает. Отбивает Шикин. И вторым движением забирает шайбу в ловушку. Ты выиграл выбрасывание. Контролировал шайбу в зоне атаки. Плюс ко всему еще один из игроков Викцизи Скотт Уилсон был без плюшки. Ну и Шикин. Хорош. Одной рукой отбрасывает шайбу. И на этом все, дорогие друзья. Звучит сирена, которая отправляет команды на первый 17-минутный перерыв. При счете 3-1 в пользу Салавата Юлаева. Иван Савчик в нашем эфире с первых минут владели инициативой. Ну достаточно быстро ее отдали сопернику. Как будто сами не поверили в то, что можете играть первым номером. Или в чем причина? Да, я даже не знаю, в чем причина. Нас как бы нам сразу говорили, что команда одна из самых быстрых в лиге. Что любят навязывать. Очень идут активно. И что нельзя расслабляться. Ну, возможно, просто еще не вошли в игру. Не проснулись, так сказать. Ну, еще два периода впереди. Еще много игры. Так что будем работать. Шаров смещается в центр. Хорошая передача. И бросок с неудобной Данила Лалыкин наносит. Как это я так понимаю сейчас? Иван Ежов жестко против Башкирова играет. Кара в нынешнем играет гораздо слабее. Но бросок-то никуда не делся. Добивание с неудобной руки. И уже отметился результативной передачей. Когда Шаров подставлял флюшку под его бросок. Панин. Хорошая передача. Шаров. 1-0 выходит. И все-таки забивает Александр Шаров. Со второй попытки переигрывает Дмитрия Шикина. С первым-то броском вратарь Витязя справился. Ну, Панин. Фантастика. Григория Панина редко можно увидеть так глубоко в зоне. Но в этой ситуации три игрока Витязя оказались на одном фланге. Очень глубоко спустились. И в итоге освободили Александра Шарова. Который на пятаке с первой попытки не разобрался с Шикиным. Еремчук уже занял место вратаря. Но двигается вперед. Без скорости был. Подключает Барака в дальний угол. Дерек бросает. Но выше бросить не смог. На этом, дорогие друзья, все. Второй период. Словат Юлай выигрывает со счетом 1-0. И по итогам 40 минут игры. 4-1. Мы с Александром Шаровым после второго периода. Семь матчей провели без голов. Что такого изменили в своей игре? Что сегодня аж дубль получилось сделать? Да ничего не менял. Работал просто. На льду в зале работал. Вот и через труд пришли голы. Насколько вы сегодня увидели другой «Ветязь», чем тот, против которого играли 2 месяца назад. И которого вы, кстати, тогда тоже забивали? Этот «Ветязь» гораздо активнее стал играть. Гораздо интереснее. Поэтому вдвойне приятно забивать такой команде. По два броска у подмосковной команды нанесли Савчик, Барак и Рой. Это самые бросающие игроки. Вот выход 1-0 получается. И гол! Гол! Иван Воробьев! Уже третий выход 1-0 в этом матче. На ворота Ильи Ежова. С первой попыткой Игоря Угольникова он справился. Ну а Савчик и Воробьев своими шансами пользуются. Прекрасная передача в центр. Проходит на Ивана Воробьева. И тот два ударных шага ушел от защитников уфимской команды. И в итоге смог переиграть. Галузин направо. Еремчук остановился. Сбросил Банина с себя. И бросил в дальний угол. Против Козлова на точке Козлов. Единоборство выигрывает. У Хмелевского сегодня не очень идут дела. Но выход 2 в 1. Дроздов и Ливо. Ливо с шайбой бросок. И 5 выше створа посылает шайбу. Дарин катит к воротам. Барах хорошая позиция. Бросок будет добивания. Не было. Строиться под него не смог. Ломается клюшка у Динара Хафизулина. Этим может Словат Витязь воспользоваться. Барах как здорово ушел из-под обиги. Защитника низом бросил. Но Илья Ежов под Уилсон опускает шайбу на лед. Обработал шайбу. Дарин убойная позиция. И в блин. Илье Ежову попадает Александр Дарин. И хватается за голову. Сразу последний момент. Убойная позиция была у Александра Дарина. Ежов остался на линии ворот. Василевский подсел под бросок. Но заблокировать не смог. Науменков с Байроком ведет борьбу. А в итоге Словат убегает в контратаку. Сучков. Сучков ушел от Воронкова. И нет. Не переигрывает Дмитрия Шикина. Как быстро ногами работает. У Воронкова не было ни единого шанса, чтобы его догнать. Шикин выпустил клюшку. Растянул. Валенцов не смог сохранить шайбу в зоне атаки. Мелевский. Ливо. Бросок по пустым. И гол. Джошуа Ливо. 5-2 с двумя набранными очками. Четвертая. Четвертая игра подряд. С двумя набранными очками. Ну, первый период, я думаю, мы полностью провалили. Мы не смогли навязать свою игру. Хотя ребят предупреждали, что соперник играет всего лишь 6 защитников. Надо их напрягать, чтобы они наелись, чтобы быстрее уставали. Но не получилось. Тем не менее, несмотря на провальный первый период, во втором много времени провели в атаке. В третьем перебросали. Но результат, как мы видим, не тот, который бы вас устроил, как минимум. Понимаете, не всегда в хоккее статистика работает. Ты можешь владеть преимуществом и играть в одной зоне. В конце концов, счет на табло показывает другое. Но, скажем так, надо реализовывать моменты. Надо больше закрывать вратаря. Надо больше искать счастья от чужих ворот. Я думал, что был сморел. Главное, чтобы ребята работали все 60 минут. И, в принципе, они не теряя концентрацию, работали, делали свое дело. Все-таки возвращаемся к тому, с чего начинали. Вот больше трех, три или больше трех шайб, пять матчей подряд. Можно сказать, что сейчас команда в отличной форме? Опять же, повторюсь, отличная форма – это понятие растяжимое. Всегда есть над чем работать. Парни, парни, минута, внимание, да? Если хорошая самодача, концентрация, да, все 60 минут. Молодчик, молодчик, хорошая минута. Парни молодцы, Гриш, молодчик, Сань, молодчик. Но сегодня я дам ежику. Ребят, молодчики, контролируй темп игры. Мне была очень важна эта победа, потому что они мне деньги еще должны. Восстанавливаемся и двигаемся дальше. Другая игра. Спасибо.